В спортивном комплексе «Атлант» в эти дни проходит всероссийский турнир по настольному теннису, на котором собрались сильнейшие спортсмены России. География соревнований более чем обширна. Тут читай Самара, Санкт-Петербург и Москва. В Ярославле собрались больше сотни спортсменов. Многие уже мастера спорта, другие за этим титулом и приехали. Ведь Ярославский турнир один из пяти имеющий право засчитывать игрокам достижение этого почетного звания. Ожидали гораздо меньшего количества участников, но приехало больше. Понятно всем, что все хотят стать мастерами, и все уже считают, что они достойны. Но я думаю, что это будет непросто, потому что только у мастеров действующих в турнире, у мужчин больше 20 человек. И у женщин их не меньше 15. Первым номером по всероссийскому рейтингу идет наша землячка Анастасия Воронова, член сборной России, мастер спорта международного класса. Через неделю Настя улетает в Германию на решающие встречи, которые определят место нашей сборной в турнирной таблице. Этот турнир уже считается традиционным, всероссийским, турниром сильнейший. Но так как в этом году он попал по календарю очень близко с клубным чемпионатом, а я не играю в этом году в российском чемпионате. Поэтому я сюда приехала. Но нет многих людей, которые участвовали в прошлом году, да, девушек. Вот здесь основные конкурентки у меня три девочки. Я сеюсь первым номером на этом турнире и надеюсь на победу. Вот. Также будут пары, смешанный разряд. Организация этого турнира, я считаю, нормальная, вполне достойная, да, для всероссийского турнира. Особенно здесь очень важно, много людей приехало сыграть, возможно выполнить разряд мастера спорта. Сейчас у нас поменялись тоже правила на стороне тенниса, не по рейтингу никак, а вот именно за место, которое ты занимаешь на турнире. Александр Ревков, Максим Сушанов, Городской телеканал.